Добрый день, уважаемые телезрители живого телевидения! Сегодня у нас второй раз в эфире программа анекдоты, эта программа посвящена такой не часто встречающейся теме, когда сами рассказчики анекдотов в ситуациях, в которых они рассказывают анекдоты. Вот сейчас как раз такая ситуация, и у нас сегодня, как и в прошлый раз, будет Александр Михайлович и Аксель Рот нас порадуют в ситуации рассказывания анекдотов. Здравствуйте! Здравствуйте! Готовясь, я вспомнил самый первый анекдот, который я услышал в жизни. Самый первый. Причем тут важна даже не та ситуация, в которой я его услышал, а та, в которой я его рассказал. Я был в подготовительной группе детского сада, то есть мне было 3-4 года, не больше. И мне кто-то из ребят, по-моему, Володя Перебиенос, но с точностью до фамилии, рассказал анекдот. Это был пересказ такой сказки, как хулиганистый герой по имени, поскольку в прошлый раз мы договорились о некоторой внутренней цензуре, то я буду заменять некоторые понятные, я надеюсь, тем, кто нас слушает слова. Значит, имя героя было «Член налево». Он так представлялся, когда хулиганил. И вот когда он чего-то там такое натворил, и царь велел своим охранникам его схватить, держать, царь закричал «Держите член налево». На что они закричали «Держим, держим член налево», аж головка посинела. Я думаю, что я в рамках цензуры. Но дело даже не в том, что я услышал, а в том, что когда... Услышал я где-то весной, как сейчас помню. Каком лет было в это время? 3-4 года. Понятно. И вы так вот подробно помнили весь этот сюжет замечательный? Я помнил не только сюжет, но и что произошло дальше. Да, и что дальше. Все эти годы помню. Да, очень интересно. Дальше произошло следующее. Поскольку я был юн и неопытен в житейских делах, я не знал этого матерного слова из трех букв, которые перевел словом «член». Но анекдот я запомнил, у меня записалось в аналы, что это анекдот, тем более, что впервые услышал и слово «анекдот». И мы поехали с родителями и моим старшим братом отдыхать в новые Санжары, как сейчас помню. И как-то вечером взрослые, то есть родители и люди их возраста, сидели в беседке, как сейчас помню, лампочка вокруг, комарики, мошки, и взрослые стали рассказывать анекдоты. И я услышал знакомое слово «анекдот», гордо выступил вперед, и как я читал на всех домашних праздниках стихи, вышел и сказал, вот с той же интонацией, в той же позе, а я тоже знаю анекдот, он называется «член налево», за что тут же получил очень сильный подзатыльник от старшего брата, ужасно обиделся и убежал плакать. Вот таково было мое жизненное знакомство с анекдотами и, главное, в ситуациях, в которых их рассказывают. Продолжая тему... Да, это у вас просто трагический какой-то случай, потому что это могло отбить у вас охоту не только рассказывать, но даже и слушать. И слушать, совершенно верно. Но жизнь берет свое, и прошли годы, я оказался в Киеве после Чернобыля. Ну, возвращаясь к радостным темам. Причем, когда я ехал в командировку, институт проблем материаловедения, у них очень была сильная база данных по их тематике, а я на работе занимался тоже базами данных. И вот мы обменивались программами, алгоритмами и так далее. И я так не хотел ехать в Киев после Чернобыля, поскольку, ну, кто же хочет ехать в Киев после Чернобыля? Ну, я решил, раз я туда поеду, я не буду кушать. Не пить, не кушать все-таки после Чернобыля. Приехал с утра, значит, очень хорошо поговорили, я им свои программы, они мне свои программы. И тут у них перерыв, и меня угощают кофе. Ну, бутербродики там, хлеб с маслом, сыром. Ну, неудобно им сказать, ну, вы ж тут после Чернобыля. И я внутренне похолодев, начинаю пить кофе, кстати, очень вкусный, и кушать бутербродик. И тут мне программисты, ребята, девчата говорят, а вот у нас начальник, Женя, Женя, не помню. Ну, он в любом случае найдет вас в Одноклассниках. Да. Вот Швыдков, вот я помню, что не Швыдкой, а Швыдков. Ага. Собрал, говорят, базу данных, анекдотов про Чернобыль. И тут я подавился, они мне напомнили. И рассказывают, последний, 214 анекдотов он собрал. Рассказывают, спрашивают министра здравоохранения Украины, можно ли кушать картошку? Он говорит, можно. А морковку? Можно. А свеклу? Да можно, говорит. А бананы? Бананы нельзя. Почему? Эксперимент должен быть чистый. Тут я поперхнулся этим бутербродом, но чтобы не посрамить родных харьковских программистов, я им в ответ рассказал анекдот, которого не было в их базе. То есть я им, лаверны, рассказываю следующий анекдот. Спрашивают министра здравоохранения Украины, можно ли кушать картошку? Он говорит, можно. А морковку? Можно. А свеклу? Можно. А бананы? Можно. Только экскременты закапывать на глубину 14 метров и бетонировать. Да, да. Отсюда мы перекидываемся во времена того же Советского Союза. Нет, позвольте. Вы были в ситуации рассказывания этих анекдотов, но что последовало за тем, как вы рассказали этот замечательный анекдот? Как? Меня благодарили, его торжественно внесли при мне в базу данных. Чтобы говорить. Да. И Женя Швыдков взял меня к себе ночевать. Вот так. И он мне показал цветок. То есть это даже не анекдот, это жизнь. Это был какой-то субтропический цветок, который в российских широтах никогда в жизни не цветет. И он напоминал такие радостные сосисочки толстенькие. И вот до Чернобыля четко было видно, как он рос вот этими толстенькими сосисочками. А после этого события, когда радиация повысилась, эти сосисочки удвоились в длине, уменьшились вдвое в ширине. И он стал цвести фантастически красивыми, яркими цветами. Я не могу сказать, что это было последствием моего анекдота, но вот как-то вот так по жизни все это не совпало. Как говорится, нет худа без добра. Нет худа без добра. Да. И вот такая вот напряженная ситуация рассказывания анекдотов напомнила мне другую историю. Это был еще Советский Союз. Я занимался финансовым бизнесом. Почему вы так говорите печально? Сейчас объясню. Просто, что был Советский Союз, по-моему, он и есть. Поэтому печально. Вы слишком печально рассказываете анекдоты. Сейчас вы поймете почему. Ну, может быть. Мы занимались финансовым бизнесом. И у нас была очень такая, как бы это помягче сказать, большая, мощная, стрёмная операция. По переводу денег с 904 счета это нераспознанные деньги. Да. Самого крупного. Ну, когда ошибаются, деньги приходят и не знают, кому их отдать. Позвольте, можно я вас на секунду прерыву? Потому что я знаю, вы помните, все хорошо и вернитесь к каждой теме. Дело в том, что у меня однажды покойный профессор Горелов, человек года, человек и прочее, значит, гениальный лингвист однажды рассказал историю. Это не анекдот, это правда. Он в каком-то магнитогорском педоинституте служил профессором. И у них был ректор, у которого была огромная вот такая вот на столе папка с золотым тиснением. И на ней было вытеснено непонятные дела. Да. Куда он складывал эти непонятные дела? Ну, извините, я вас прорывал. Да. Значит, что такое 904 счет? Ну, те, кто знают, знают. Ну, короче, там была огромная сумма, огромная, да, сотни миллионов долларов. А суть операции была в том, чтобы нашему партнеру в Рижский банк перечислить эти деньги на депозит. И они бы лежали, тихонечко капали, и он каждый месяц возил бы чемоданчиком прибыль всем участникам. То есть, это вот было то, зачем в 90-е гонялись, чтобы одна операция прошла и на всю оставшуюся жизнь. И в тот момент, когда она уже началась, звонят оттуда, и мы узнаем, что произошла следующая вещь. Он, как президент банка, он не хозяин, он президент, а есть еще хозяева-акционеры, своему брату дал денег на контейнер тряпок китайских, и он вовремя их не отдал. И он его прикрывал. А его бухгалтерша заложила его в Совет у акционеров, и его сняли в тот момент, когда пошли деньги. То есть, вы понимаете, да, сотни миллионов, но они бесконтрольные. И в тот момент, когда мы это узнали, причем тут анекдоты возникают, тут анекдоты вроде бы, да, один мой партнер, он побледнел. Я впервые увидел, что такой человек бледный, да, вот он, как мы услышали, этот банкир выругался, ему стало легче, Боря побледнел, а я им рассказал анекдот. Какой? Плывут два крокодила на гулянку. Впереди одноглазый, а сзади слепой. Плывут, плывут, плывут. И тут одноглазый напарывается единственным глазом на сук, выкалывает его и говорит, ну, блин, приплыли. А слепой сзади говорит, Здравствуйте, девочки! Да, да, да. Я не могу сказать, что это уж очень сильно тогда разрядило ситуацию, но лично мне стало как-то легче. Вам-то легче, конечно. Но рассказывая такие анекдоты, вы просто повергаете в депрессию половину населения земного шара. Я думаю, что все они слушают сейчас. Нет, я думаю, слушают больше, чем все население. Все население. То есть еще кто-то прислушает. Но половину вы уже подвергаете, это точно. Возвращаясь в годы социализма, я вспоминаю другой год. У вас какое-то мрачное состояние. Почему вы возвращаетесь? Кто вам сказал, что они закончились? Продолжая находиться в них, да, те же, 89-90 год, меня судьба впервые в жизни свела с живым миллионером. После этого дважды, трижды я близко, тесно общался. С одним просто стал, подружился. А тут француз, Роже Сервоз, который кормил тогда пресноводной рыбой, 80% французов. То есть, на самом деле, живой миллионер. Который меня поражал, как бы это сейчас сказали в советские наши времена, скромностью в быту. Например, в гостинице утром, когда мы с ним встретились, в очередной раз, это было в Москве, шведский стол. Я набираю 20 типов копченых колбас, 14 из которых я вижу впервые в жизни. Я набираю 8 видов орешков, которых я до этого вообще никогда не видел. Я думал, они только растут, вот, их надо сорвать и погрызть. Дальше я набираю маринованных, консервированных. Больше всего меня потряс мандарин, который был и свежеочищенный, и подольком маринованный. Этого я тоже видел впервые в жизни. Вот как в передаче в прошлый раз, я говорил, и того, и того, и того. То есть, я набираю тарелку на этом шведском столе, а миллионер-француз берет листик салата в прямом смысле, листик, да, он берет кусочек сыра, кусочек сыра, и что же он пил? Чай. Без сливок. Хотя сливки лежали тут же. И я к ним пойду, вот так. Именно этого не надо было делать, да? И вот я кушаю, смотрю на него и думаю, вот дурак, он же может колбасу есть, а он ее, нормально так, да? А он ее не ест. Теперь я понимаю, что он думал, глядя на меня. Я к чему? Я честно пытался ему помочь. В чем помочь? Он занимался пресноводной рыбой, он хотел купить в Советском Союзе рыбу. Но у него ничего нигде не получалось. То есть, либо она не соответствовала, либо обещали не было, либо, я даже щуку ему в термосе хотел перевезти, поскольку нельзя оказалось живую рыбу через таможню, и я ее запихнул в термос, залил чаем, сверху лимончик, тоже не получалось. То есть, ничего не получалось. Он, француз, не говорящий ни слова по-русски, выучил слово «нет». То есть, мы хотели чего-то купить, там, чемодан. Мы объездили всю Москву на такси. Нет. Он уже, когда мы заходили в магазин, смеялся и кричал «нет». Я спрашиваю, у вас есть книги про Москву на французском? Они говорили «нет». А он «а, нет, нет». И вот на все было «нет». Нигде ничего. Неделю мы с ним бок о бок жили, ездили, даже в Харьков я ее свозил, где он вежливо съел шашлык, который не разжевывался и не брался ножом. То есть, вот он мне показал, что такой интеллигентный французский миллионер. И когда мы с ним в последний вечер отмечали знакомство и отъезд, произошла следующая история, по поводу которой я ему рассказал анекдот. История произошла такая. Значит, он был такой, ничего в Москве не планировал. То есть, вечером он говорил, ну, давай пойдем в ресторан. Я ему пытался все время говорить, что нужно заказывать заранее, поскольку это. Жил он, тогда был термин, валютная гостиница. Сейчас уже нет валютных, поскольку валюта меняется, да? А тогда за обмен валюты была расстрельная статья. То есть, не было. Для иностранцев были валютные гостиницы «Союз», около Хим. И вот он мне говорит, вот хочу... В первый раз, когда он это сказал, я дал 25 рублей, огромные деньги по тем временам. У меня в тот момент зарплата была 240. Я дал 25 рублей, чтобы нас провели в зал, где мест не было. На что нам метродотель сказал, ну, ладно, там есть одно обрыганное место, пойдете. Чего увидишь? Я не понял. Нас подводят в самое лучшее место, там варьете, шикарные девочки. Но кому-то было дурно накануне, и они почему-то не почистили. И вот нам это место предоставили за 25 советских рублей. Я стыдливо накрыл это место салфеточкой, его посадил подальше от него, сам собой закрыл, чтобы видно не было. И ему ужасно понравилось варьете. Ну, наши девочки, ноги, и так далее, все прочее. Поэтому, когда он на следующий, в последний вечер сказал, мы опять пошли, я опять дал деньги, и нас подсадили за столик к немцу. Немца, как сейчас помню, звали мистер Глонер, и он был глава фирмы Глонер. Ну, я надеюсь, что его жена меня не слышит, поскольку дальше будет про него то, чего бы ей лучше не слышать. Итак, мы сидим, стол ломится, ну, я заказываю, поскольку обидно, что ни там не получилось, ни с Казахстаном не получилось, ни с Украиной не получилось, ничем не получилось. То есть, мы поездили с ним, и он мне подарил на Медне, накануне, блок сигарет, тогда они назывались море, хотя на самом деле звучит «мо». Короче, это были невиданные ранее длинные, тоненькие, коричневые сигаретки. Мы сидим, я взял и шампанского, и водки, и в виски, то есть, и все рыбное, рыбное, он уже от меня, я думаю, устал от всего рыбного, но как-то я ему хотел сгладить. И, когда мы сидим, да, что произошло? Француз оказался полиглотом, он говорил по-английски, то есть, я вспомнил школьный английский, поскольку в институте я его так и не учил, то есть, учил, но не знал. Немец говорил с немцем по-немецки, со мной по-английски. И разговор у него был такой, немец говорит, что у него есть самолет, француз говорит, что у него есть самолет, а я говорю, а на Красной площади тоже сел самолет. Ну и вот такую вот беседу мы ведем, то есть, за столом слышна интернациональная речь, и я, значит, попыхиваю с кайфом вот этой французской, невиданной, тоненькой, ну, подарком, да, сигареткой моря, мо. И вдруг я вижу, недалеко сидят две девушки, и одна из них мне показывает, мол, можно ли прикурить. Я говорю, плиз, автоматически, поскольку я же... Это... Она подходит и, взяв сигаретку, прикурив, говорит мне, «Do you speak English?» И тут до меня начинает доходить ситуация, кто это? То есть, я впервые в жизни вижу валютных проституток, то есть, во мне загорается, как красная лампочка, такое вот небывалое состояние, впервые в жизни. Я уже немножко выпивший, мы все немножко выпивший, и немец, и француз. И я ей говорю, я, конечно, мог бы тебе сказать, что я иностранец, но я такой же русский, говорю я, как и ты. Ну, понятно, что я имею в виду. А эти, говорит она профессионально, ну, эти, это, говорю, мистер Глонер, глава фирмы Глонер, а это Роже Сервоз, француз, миллионер, кормит пресноводной рыбой 80% французов. И она говорит, ну, так познакомь. Я думаю, господи, бедный Роже, ни рыбы, ни это, ни книги про Москву на французе, ни даже, ну, хоть что-то я ему могу в нашей стране предложить. Хорошее. И я говорю, ну, давайте. И девочки перепрыгивают к нам. Дальше меня поражает мистер Глонер, который сидел, сама чопорность, сама солидность, такой пузатый немец, ну, такой вот, серьезный. И вдруг он приглашает одну из них, которую зовут Оля, танцевать, и исчезает. И я понимаю, что он пошел с ней. То есть, меня в тот момент, это так поражает. Вот он сидел такой солидный, а тут он с ней пошел. Ну, и мы же сидим, значит, француз, Надя, я, и пьем, и она говорит, ну, давай, предложи. А мы с Роже неделю бок о бок уже понимали жестами друг друга. и я ему на пальцах, говорю, типа, Роже, мол, как ты, не желаешь ли девочку? На что он мне на пальце? Говорит, ну, в принципе, можно. Я говорю, сколько? Я же понимаю, что это акт купли-продажи. И она мне говорит, 600 франков, ну, поскольку я же абсолютно в ценах не это, впервые в жизни у меня такая сделка, можно сказать. Я пишу на салфетке 600 фрррррррррр. и протягиваю Роже. Роже, как это увидел? Как он начал сме... уже немножечко жито, начал смеяться на весь ресторан «Союз». Почему? Он смеется, лезет в свой такой дипломат, все у него такое было, вот изысканное, дорогое, красивое, достает, как сейчас помню, русско-литовско-французский разговорник по рыбе, такую билочку, начинает листать, находит нужное слово, и тыча, надев глаз фактически, кричит «Счука! Счука!» Типа «дорого». Да-да-да. Возникает неловкая пауза. Ну, мы сидим, пьем, не уходить же, ей уже же, да? И тут у Рожей что-то щелкает, все же такие друзья. И он мне жестами, но я все понимаю, говорит, «Саша, ну это, конечно, безумно дорого, но для тебя, если ты заходишь в этот рак, то я готов оплатить». На что я ему, теми же жестами отвечаю, «Рожей, ну что ты, ты же отказался, и я отказался, мы же как бы партнеры, да, по отказу». А Рожей, видя, что я отказываюсь, когда он отказался, начал мне трясти руку и произнес пятиминутную жаркую французскую речь, суть которой была такая, он меня Саша называл. Саша говорит, ну все, дружба фройшат навеки, приезжай ко мне во Францию со всей семьей, будешь как сыр в масле кататься и рыбу кушать. Я тебя это самое. На что я ему по-русски говорю, «Рожей, да я тебе не могу даже объяснить, что мне вызов нужен, чтобы к тебе приехать, поэтому». Все это наблюдает Надя, которая, видя такую оживленную речь, говорит, «Что он говорит, что он говорит?» Я говорю, «Ты понимаешь, он говорит, ну, теперь бы я понимаю, как бы я себя вел». А тогда я все и честно рассказываю. Он говорит, что ему это дорого, но если он хочет, чтобы я тебя трахнул, он оплатит. Она говорит, «Так идем?» И тут я так перепугался. Я потом расскажу, какой жал мой программист в Америку, впервые в жизни. Тут все будет впервые в жизни. Так он боялся СПИДа и искал разовые стаканчики, которых тоже не было. Тогда, да. И когда она мне сказала, я так перепугался этой перспективы, я ей говорю, да ну, извини, понимаешь, мне, чтобы с женщиной переспать, должно быть к ней чувство какое-то, я не могу, вот так. И она говорит, «Да будет тебе любовь, пошли». Я говорю, нет, ну, я не могу. И тут она мне говорит следующую вещь, которая меня просто потрясает. Она говорит, «Хорошо, не хочешь трахаться, бери бабки, поднимся наверх и поделим пополам». Говорит, «Ты что, предлагаешь мне кинуть моего дружбонара же?» То есть, опять у нее облом, и она говорит, «Уй, я этих французцев ненавижу». Потом я ночью, вернее, под утро узнал, почему она их ненавидит. То есть, у нее были причины. А тогда какая-то идиотская ситуация, мы сидим, едим, пьем. И вдруг она говорит, «А, я ж ключи Ольки оставил, я ж домой не попаду». И что ей делать? И тут я ей говорю, спокойно. И я изучал теорию решений изобретательских задач, и я все сделаю. Я иду на рецепцию, и тыча в карточку мистера Глонера, мы же обменялись, то есть, они со мной обменялись карточкой, говорю, «Please, мистер Глонер, телефон», с английским акцентом. На что мне по компьютеру смотрят и дают трехзначный номер мистера Глонера. Дальше происходит следующая вещь. Мистер Глонер, который первый раз в Москве, и никого в ней не знает, и, соответственно, не ожидает телефонного звонка, в этот момент испытывал оргазм. И тут раздается телефон. От ужаса он его испытал дважды. Он берет трясущейся рукой трубку, а я говорю, «Мистер Глонер, телефон ту Ольга, плиз». Он дает ей трубку и говорит, «Слушай, тут Надя говорит про ключи». «А, ой, кричит она, я ключи забыла». Недовольная, радостная, поскольку деньги взяла за всю ночь, а работала всего полчаса, прибегает вниз. И сидит довольная Оля, и жутко недовольная Надя. Ну, продолжаем есть и пить, поскольку уже все нули, так как говорится. Дальше мы поднимаем, да, дальше Рожей говорит, «Так, берем шампанское и поднимаемся в номер. А у него самолет в пять, его нужно в три будить, время одиннадцать». Ну, я недоволен, я же забочусь о дружбане Рожее, чтобы он улетел. Такие девочки, ну, он говорит, «Пошли, мы поднимаемся». И он меня просит. Вот, понимали, душевно дает мне французские духи и говорит, «Отдай, пожалуйста, консьержке и попроси ее разбудить в три часа ночи». Я иду, значит, возвращаюсь, и вдруг я вижу, лежит в постели мой дружбан Рожей с этой самой Надей, правда, одетый, и он поглаживает ее формы. И у меня, очевидно, на лице было такое возмущение, мы ж оба отказались, что за дела. Что он, значит, увидел меня, сел и начал их потихонечку выпроваживать. Перед этим Олю упорхнула в ванну, потом, когда вышла, он обнялся, вернее, Надя порхнула в ванну, потом вышла, Рожей обнялся с Ольгой, обнялся с Надей, и когда он хотел ее обнять, она от него как-то отскочила так, заметно, ну, что-то такое заметил. Ладно. И когда мы попрощались с Рожей, он подарил мне за все потраченные на него деньги. А потратил я прорву со всеми этими поездками, с рыбой, с ресторанами и так далее, журнал «Луи», где были полуголые девушки, цветной, и зачем-то японский веер. Я был настолько потрясен. Ну, я бы не сказал жадностью, я понимал, ну, пообщавшись с живыми миллионерами, я понял такую вещь, у них другое отношение к деньгам. Ну, можно сказать, они за копейку удавятся, а можно сказать, им каждая копейка далась такой кровью, что они за нее удавят. Либо так, либо так. То есть, они не просто экономят, они чувствуют каждую. Ну, думаю, ничего, подарок, что же я жене объясню, что я такие деньги потратил. И думаю, зачем мне японский веер? Вот, было такое недоумение. Тем не менее, мы едем, а я каждой девушке подарил по пачке сигарет. И когда я их провожаю вниз, и мы выходим из гостиницы, меня Оля потрясает просто тем, что она у меня на глазах мою пачку продает метродотелю за 25 рублей. То есть, меня с детства учили, что подарки же не отдарки, а тут такое неэтичное поведение у меня на глазах. И я уже решаюсь с ними расстаться, но как-то алкоголь ударяет в голову, я сажусь в такси и довожу их до дома, и меня приглашают в гости. И тут я опять боюсь, поскольку, ну, я в самом деле натурально боюсь, что там со мной ничего не это. И дальше происходит следующая вещь. Обиженная Надя уходит спать, а с Олей мы проговорили практически всю ночь. И она мне рассказала, какая тут уже без шуток у них трудная, тяжелая жизнь, насколько все это, так сказать, внешний антураж, и как все это тяжело и трудно. Оказалось, что у нее двое детей, она из Сибири занималась боб-слэем, то есть она такая, это... Причем, я должен сказать, что мы видели девиц в Белграде, сейчас он переименован, две башни, тоже была гостиница, где селили иностранцев. Но там девицы ходили двух метров, ну, как модели, как сейчас бы сказали. А эти были такие невысокие, такие пухленькие, ну, кому что нравится. Короче, рассказала она мне про тяжелую жизнь их. И когда я пошел в ванну помыть руки, я был потрясен. Вся ванна была уставлена мужскими кремами для бритья, с шампунями, короче, одеколонами. Что оказалось, что Надя, которая имела обиду, ее в детстве изнасиловали, и у нее такая была злость на мужчин, обворовывала всех, с кем она спала. И она украла у моего любимого Роже дезодорант. Я так возмутился, что готов был пойти выяснять отношения, но потом понял, что Роже-то уже улетел. Что же выяснять, да? Вот, так мы и проговорили. Закончилось, значит, тем, что она, уходя, сказала, я тебе так благодарна, как будто с мамой поговорила. А когда она ушла, я всунул в ручку ложку, что если они придут меня насиловать, чтобы ложка упала, и меня разбудил. Я этого боялся наивно. К чему я это говорю? Анекдот на эту тему следующий, который я рассказывал, приехав. В Англии слышен шум на улице. И хозяин шикарного особняка в Лондоне говорит дворецкому, Джон, что там происходит? Посмотри. Он, значит, пошел, возвращается, говорит, это забастовка, сэр. А кто же бастует? Джон, почему так шумят? Это забастовка проституток, сэр. Не понимаю, у них что, плохие условия труда? Ну что вы, сэр? У них прекрасные условия труда. Они что, мало получают? Ну что вы, сэр? У них прекрасные заработки. Почему же они бастуют? Так, блядь, сэр. Да. Это вот этот анекдот был, да? Да. Да. Достойно венчающий безумно смешную историю, которая мне напомнила мою, не столь смешную историю, когда мне один мой товарищ, который был одним из начальников БММТ, спутник, как-то звонит и говорит, слушай, у нас тут французский банкир приехал, а у нас проваливается один день программы. Ну просто по дружбе, ты можешь мне организовать, мы там какие-то деньги тебе переведём, у меня тогда предприятие было, вот за такую услугу. Я говорю, ну хорошо, ладно, организуем. И организовал ему экскурсию на валяльную фабрику, где делают валенки, значит, в Роболовецкий колхоз и в кооператив. Всё современное предприятие. Значит, на валяльной фабрике было очень интересно, потому что практически всё начальство в Белых Галсах и в этом стояло вдоль всего валяльного ряда, значит. Приветствую банкира, который ни слова по-русски не говорил, там ещё была и переводчица. И вот, значит, они его сказали, что туда не надо, показывая на производственное помещение, давай за стол. Сразу посадили его за стол и начали угощать. Ну, так же, вот как и этот француз, почти ничего не ел и почти ничего не пил и всё время говорил, я хочу посмотреть на производство. Что ему совершенно точно, нисколько не искажая, переводило, значит. А да, он меня ещё спрашивал по-английски, об этом же я ему тоже говорил, значит, и переводил, то, что вот хочет банкир в производство. В конце концов, он их достал, они сказали, ну ладно, раз он так хочет, и повели его. И они подвели его к таким вот воротам, метров пять высотой и в шереду метров десять, за которыми клубилась тьма, с каким-то сизом, туманом, и всё воняло ворванью. Ходили какие-то страшные люди, значит, в каких-то безумных одеждах. И он перед этим остановился, и они говорят, ну как, пойдёте, не пойдёте, переводчица его переводят. А он отвечает, вполне резонно, говорит, чего вы тут смущаетесь, у нас во Франции гораздо хуже. И пошёл. Они ему подарили валенки, и он сказал, что его внучка будет кататься в них в Гренобле, это ни за какие деньги во Франции не купишь. Когда же приехали в Рыболовецкий колхоз, это было намного более интересно, потому что директор этого колхоза, который назывался приблизительно, я не точно, не могу просто выдавать, назывался Лёгкий путь коммунизма. Приблизительно вот так. И вот за счёт директора этого Рыболовецкого колхоза, у него бульба, нос, был, ну, размером, я не знаю, с хорошим бильярдным шаром, но только весь ноздреватый, красный очень. И он был очень доволен тем, что к нему приехал сам банкир, и сказал, сейчас мы проведём экскурсию, он начал с производства, в отличие от валяной фабрики. И выводит на берег, совершенно пустой берег, и ничего на нём нет. И на нем совсем ничего, просто пустой берег. Вот, я думаю, где производство? Ну, Рыба ж, она в воде вводится. И он начинает рассказывать банкиру, вот здесь у нас будут какие-то вольеры, типа как-то он так называл их, в которых будет стерлядь, вот здесь будут осетры, здесь будут созадны, здесь будет ещё что-то. И вот он рассказывает, очень убедительно, и показывает, значит, а этот, чем больше он ему рассказывает, тем у него больше изумления на лице. И он ему, в конце концов, он понимает, что всё будет, и он ему говорит, а скажите, у вас что-нибудь сейчас уже есть? тот говорит, да, конечно, идём в правление. Они заходят в правление, и там просто не представляют себе, вот такой высоты, и всё, рыба на столе, ну, а вокруг водка, конечно. Вот, банкир, естественно, отпробовав рыбы, я его привёз в кооператив. Кооператив, это было что-то потрясающее. Значит, весь состав кооператива находился в главной их горнице, оформленной уже совершенно по-современному. Значит, они сидели за длиннющим столом, поставленным буквой Т, во главе стола, но сбоку от стола сидел председатель кооператива, один мой хороший, знакомый, с замечательной просто фамилией, которую я не могу назвать сейчас. И весь состав сидел вокруг стола, все они сидели вот так, положив ногу на ногу, вот так вот. У всех у них были чёрные костюмы, белые рубашки, чёрные галстуки и белые носки. Капиталисты, да? У всех без исключения. И он так тихо наклонившись, приводчица говорит, это что, мафия? Испугали, да? Да, но они его угощали только яблоко. Да. Но это был просто кооператив. Звонит как-то Сёма из Америки, то есть Сёма из Риги, но приехал из Америки. И прям по телефону приглашают покурить марихуаду. Я обалдел. Ну, во-первых, это как-то, да ещё и по телефону. Но я соглашаюсь, почему. Я в то время изучал интегральную йогу Шри Орабинда, и мне было ужасно интересно поставить эксперимент, могу ли я усилием воли, напряжением, значит, духовных сил и душевных, противодействовать влиянию наркотиков. До этого я никогда не курил, но читал, слышал, что это такое, и даже знал несколько анекдотов, один из которых я потом всем рассказал. Мы приезжаем с тогдашней моей супругой, она врач, очень хороший врач, экстрасенс, и всё видит. И садимся за стол, ну там, орешки, сухофруктики, виски, и он, значит, готовит вот этот самокрутку-косячок, как это у них там называется, и дает инструкцию. Первое, не пить алкоголь, чтобы мне помешать, и второе, держать как можно дольше дым, чтобы подействовало лучше, и пускают самокрутку, значит, по кругу. Ну, было там человек семь. Я настолько добросовестно выполнял все условия, что когда я выдыхал, из меня дым не выходил, у меня всё утилизировалось. И, в самом деле, после двух-трёх затяжечек, я чувствую, у меня тут внутри образуется такой шар приятности, такой тёплый шар, вот такого размера, который начинает медленно подниматься в голову. И я усилием воли перекрываю ему путь. Как и советовал Шри Урабинда. И он застывает вот здесь. Ну, это то, что я рассказываю, а внешне это выглядело так. Я вцепился в стол, вот так вот сел и сделал то, что в карате называется маска. Вот так вот мышцы. Значит, в карате это нужно для того, чтобы, когда идёт окончание движения, максимальное напряжение, кровь не пошла в мозг, чтобы мне было инсульта. А я это сделал, чтобы перекрыть. И вот я так сижу и перекрыл. Они, увидев, что я так сижу, стали со мной смеяться. Но у меня же научный эксперимент, и я им говорю, ребята, вы не смеетесь, потому что, если я засмеюсь, вам мало не покажется. Но! Это я сейчас так говорю, а тогда я говорю, это так же. Ребята, вы не смеетесь, потому что, если я засмеюсь, вам мало не покажется. Когда я это сказал, они стали ржать. Я, убедившись, что я сумел усилием воли благодаря интегральной йоге перекрыть, подумал, а, собственно, эксперимент и закончился. И расслабился. И пустил этот приятный шар в голову. И когда он дошел до Москвы, мне стало так радостно и приятно, а они ржут, и я тоже стал с ними смеяться. Но, если вы внимательно слушали с самого начала, вы слышали, как я смеюсь. Это, кстати, изобрел смех я лично, поскольку это единственный смех, при котором, когда во рту пища, невозможно подавиться. И вот я стал тоже смеяться, но под действием покуренного я стал смеяться несколько громко. И смех мой был примерно такой. Услышав, как я смеюсь, они уже стали не просто смеяться. От смеха одна из присутствовавших, у нее потом был бутик на Тверской, я не буду называть ее фамилию, она мелькает по телевизору часто, упала с печеночной коликой от смеха, что вызвало еще больше энтузиазма. А Женька из Израиля упал со стула и повредил копчик и стал корчиться и стонать. Я, увидев все это, стал смеяться еще громко. Это было примерно так. То есть, те, кто не корчился от боли, услышав, как я стал смеяться, стали еще громче смеяться, а я, видя, как эти... А супруга моя, которая делала, видишь, что курит, врачиха, да, Людочка, она стала кричать, вызывайте скорую, вызывайте скорую, у нее почечная коля. Услышав, что у нее почечная коля, я стал смеяться, так, э-э-э-э, услышав, как я смеюсь, ну и так далее. То есть, минут через 15 я успокоился, она быстро там руками, как эстросенс, ей сняла спазм, там, открыла сосудик, ему там больше снова. Я к чему? Придя в себя, я им рассказал анекдот, причем до этого, ну, слышал чего-то там про алкоголиков, про наркоманов, это все как бы была теория. А тут до меня дошло, что это такое на практике. А я рассказал такой, наркоман, перед тем, как у колодца пишет себе записку, первое, у колодца. Второе, поймать кайф. Третье, услышав звонок, подойти к двери. Четвертое, спросить, кто там, пятое, открыть дверь. Укололся, поймает кайф, поймает кайф, сидит, кайфует, раздается звонок в дверь. Он берет бумажку, подходит к двери и говорит, кто там из-за двери? Это я, запятая коля. И вот, когда я его рассказал, я понял, что когда ты уже это попробовал, ты уже совсем имеешь другое восприятие. Ну да, действительно. Все-таки наркоманы в жизни тяжелые, им приходится учиться писать. Когда я работал программистом, у нас на работе возникла очень серьезная проблема. Я работал в Харькове, мы получали из Москвы каждую неделю на магнитных носителях, на лентах, около миллиона документов по тематике работы института. Их надо было обрабатывать. И не успевали, поскольку огромный объем, причем программу обработки я начинал писать, алгоритмы, потом по ним заканчивал программировать другой, то программа не справлялась. Ленты накапливались, нужно было делать третьи смены, это была большая проблема. Ну, короче, была такая серьезная производственная проблема, и не знали, что делать. И вот я как-то встаю на собрании, и при всех говорю, я берусь ускорить эту программу в 10 раз. Все засмеялись, ну, ускорить там на 20%, ну, на 50%, ну, в 2 раза на 100% это еще понятно, да? А тут такое самомнение, такой выпендрешь в 10 раз, ха-ха-ха-хи-хи-хи. Тем не менее, я же не просто так, с бухты барахты говорил, да? Я, короче, я ее ускорил в 32 раза. То есть, случилось невиданное. Случилось чудо. Чудо. Ну, для всех в самом деле. И когда я позвал начальника машины, который, собственно, за третьи смены отвечал, и у него это была самая большая головная боль, я его позвал. А тогда вот многие видели в фильмах старых, крутятся магнитофоны, ленты такие магнитные, да? И вот стоят шкафы, ну, длиннопротяжки не называются, и там большие такие лампочки, красные и зеленые. И вот красное считывание, зеленая запись. И я подзываю начальника машины, Женю Минаеву, показываю ему и говорю, Женя, смотри, а там так, тюк-тюк, 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 считывание запись, считывание запись, считывание запись. И вот с такой вот частотой, тюк-тюк, тюк-тюк, тюк-тюк. Я показываю и говорю, Женя, вот это вот считывание запись, вот это вот скорость обработки одного документа. Он так на меня посмотрел и говорит, я перевожу, перевожу в связи с цензурой, не тронди. И это была самая высокая оценка вообще в моей жизни, моей работы. После чего меня все стали спрашивать, как тебе это удалось? И я им в ответ рассказывал один и тот же анекдот. Приезжает в школу для отсталых детей комиссия. Кажется, мы его в прошлый раз рассказывали. Это ничего, меня простят слушатели? Мы не помним. А может и не рассказываем, мы не помним. Короче, анекдот я им рассказывал такой. Очень был по теме. Причем всем, все программисты меня спросили по одному. И говорят, мальчик, кем ты хочешь быть? Не знаю. Девочка, как тебя зовут? Не знаю. И так каждый. После чего их учительницы говорят, да что же это такое? Мы вам даем полгода на исправление. Делайте, делайте, что хотите, но чтобы у вас дети могли нормально отвечать на все вопросы. И приехали не через полгода, а приехали через три месяца. Приходят и говорят. Мальчик, как тебя зовут? Петя. Девочка, кем ты хочешь быть? Парикмахером. Ну, говорят учительницы. Можете, если хотите. Как вам это доволось? Я начать. Не знаю. Нет, вы не рассказывали в прошлый раз. Не рассказывали, да? Напомнили мне, что вот я всех анекдотчиков, то есть рассказчиков анекдотов делил на несколько категорий. И среди них, если не касаться этнических анекдотов разнообразных, там армянское радио, еврейские анекдоты и другие, то всех остальных можно тоже подразделить, оказывается. И самый интересный и смешной анекдот рассказывают программисты. Следующие за ними – это физики. Потом идут математики, а потом все остальные, и во главе всех остальных – врачи, конечно. Ну, вот так вот, значит, но дело в том, что программисты, которые стоят в первом ряду рассказчиков анекдотов неэтнического характера, они часто рассказывают не анекдоты, а правду жизни. Потому что их жизнь, во всяком случае, в те времена, когда я много слышал их анекдотов, она сама по себе была анекдотической. И вот мне рассказывает один мой знакомый, очень хороший системный программист, мне рассказывает такую историю. Послали его в командировку в некий уездный город, где нужно было выполнить ему работу на страшно секретном предприятии. Разместили его в общежитии этого предприятия, и вот он идет в проходную. Значит, та проходная, как потом выяснилось, она была выстроена приблизительно, как въезд в Кремль через Спасскую башню. Ну и там все секретные, вот эти вот пропуски забивать и прочее. А потом, если по ней дальше идти, то стена постепенно снижалась, потом она становилась все уже и уже. Потом она из кирпичной становилась железной такой металлической решеткой, потом она переходила в деревянную, потом просто в шракетник. И в самом конце это было просто чистое поле, без всякой граммы. Но он, как и было предписано, он пришел в проходную, там вставил пропуск, забил, значит, и пошел себе в нужное место. И поработал. А ему там ребята-программисты говорят, ты как сюда пришел? Он говорит, через проходную. А, ты через проходную, а зачем? В общежитии гораздо лучше, вот там через поле, где стена кончается, значит, и ты прямо тут два шага буквально. И вот он начал так и ходить, значит, ходит в общежитии, назад возвращается, и вот через это, значит, пустое место, а в проходной вообще не заходил. И в конце, когда он исполнил всю работу, он уехал назад к себе на предприятие, забыв забрать оттуда пропуск. Вот вы понимаете. Да, да, понимаешь. У нас была автоматизация, то есть он все время там. И вот, значит, и вот через неделю буквально, когда он приехал, приходит к его начальнику, оттуда депеша, по телексу или по какому-то... Заберите сотрудника. Нет, ваш сотрудник такого числа вошел к нам на территорию и не вышел. Просим сообщить, где находится ваш сотрудник. Значит, с первого отдела приходит только депеша. Значит, и они все со страшной головной болью, потому что от него допуск секретным работал, там пропуск, ну, в общем, все. И работать будет невозможно. Значит, они сидят и думают, что делать, и шлют ответственность. Наш сотрудник такой-то умер. У вас. Им надо было послать его в календировку, чтобы он зашел через поле и вышел официально. Почему я четко говорю, у нас была автоматизированная проходная. У нас директор института, он был член бюро обкома партии, ответственный за сельское хозяйство. Вот такой вот коммуняка, то есть от него человек всем померло прямо на работе от инсультов, инфарктов. А сколько было без смертельного исхода, просто не сосчитать. Вот он был такой хороший, добрый. И где он чего в день не бывал, он тут же перенимал опыт. Например, когда он побывал в Японии, он увидел, что японские инженеры сидят за стеклянными перегородками. И там видно вот коридор, и когда он приехал, он приказал всюду поломать стены каменные и сделать стеклянные перегородки, не доходящие до потолка. Но он не учел, что японские инженеры работают молча, а советские переговариваются. И когда человек поднимался на какой-либо этаж, такой еще едешь, он пришел на рынок. Все время говорят, а у нас из соседнего отдела все время звонили в Москву и орали, как в том анекдоте, да, а почему нельзя позвонить. То есть, это вот такое вот было. И когда он сделал автоматизированную проходную, ну, теоретически это было удобно. То есть, так ты должен был приходить к 8, а так с 7 до 10 в любой период, особенно женщинам, которые дети в садик и так далее, и так далее. И уходить надо было с 4 до 7, тоже в любое время. Главное, чтобы в течение дня было 8 часов 12 минут. Единственное, что время обеда сделали фиксированными. От и до там, 42 или 45 минут. И тут что началось? Точно так же люди, которые хотели раньше уйти, во-первых, по блату у нас же на ВЦ получали нулевой пропуск. Почему? Отдел кадров был перед проходной, и чтобы им не отмечалось, что они пришли-вышли, им сделали с нулевым номером. То есть, они могли пройти-войти, и на перфокарте не отбивалось, что этот человек вошел выше. То есть, те, кто имел блат, получили нулевые эти. Те, кто помоложе, просто перепрыгивали, как сейчас, в метро. То есть, вошел, перепрыгнул. Ну, программа же видит, что человека нет. И это называлось сбой проходной. То есть, все понимали, что никакого сбоя нет, но чисто программным не отмечалось. И вот со мной происходит следующая история. Это насчет анекдоты из жизни у программиста. Я опаздываю с обеда, и понимаю, что на завтра в распечатке будет видно, что я опоздал, и меня, по идее, должны ругать. Ну, поскольку я всегда много работал, я ушел там не то, что в 7, а где-то там в 10 в 11. И на следующий день прихожу, вывешиваю распечатку, кто когда пришел, когда ушел. И я вижу, у меня нет опоздавших. Я думаю, ты смотри, может, в самом деле сбой проходной. То есть, то, что на самом деле очень редко, теоретически может быть. И надо же такому случиться, что у меня повторилась эта ситуация один к одному. Я опять опоздал с обеда, опять засиделся допоздна, и на следующий день опять меня не распечатали. И я понял, что тут что-то не так. Я беру за грудки нашу системничество, которая писала программу обработки перфоленты проходной. Я говорю, так, рассказывай, что там с обеда. Откуда ты знаешь, что оказалось? Ее дом был соседний с институтом. И она ходила домой обедать и всегда опаздывала. И она сделала такую программную, нигде не предусмотренную мульку. Если человек опоздал с обеда, но он эти минуты досидел, чтобы суммарно было 8 часов там, 12 минут, сколько надо, да? То программа не распечатывала. Я говорю, Люда, ты же там что-то и по бухгалтерии пишешь. Но она стала от меня отпихиваться, и не согласилась начислять лишних денег. Хотя могла бы. Знаете, это мне напоминает другую часть вот этого вот списка моего, который у меня виртуально существует. В конце этого списка существуют люди, которые начальники первых отделов. Значит, вот сверху всего программисты, а внизу начальники первых отделов. У них очень своеобразное чувство юмора, и оно тоже выражается в жизненных ситуациях. На одном из суперсекретных заводов поставили нового начальника первого отдела, который сразу же начал бороться со шпионами. Что он сделал? Он, значит, во всех распорядился, это неукоснительно выполнялось. Во всех туалетах, которые были на этом огромном заводе, который там как какой-нибудь КАМАЗ, значит, институт вместе с заводом, во всех туалетах, значит, поставили номерные замки, причем каждое утро менялись коды на вход один, а на выход другой. Чтоб шпион не знал. И вечером он сам лично проходил и собирал всех шпионов. Это своеобразное чувство. А по поводу физиков и их шуток, у нас работал Володя Бердштам, вот евреев, которых не брали по специальности, теми же физиками. Они шли массово в программисты. Поэтому так, Microsoft хорошо, Intel сейчас хорошо. И он 10 месяцев не мог нигде устроиться на работу. Вообще нигде. У него уже был маленький ребенок. Его даже не брали учителем физики. Это был такой государственный антисемитизм. Сейчас это уже непонятно. Ну, не брали. А в НИИД оказался таким местом, где вот директор Чинбюро Комопартии, то есть он все что угодно делал, но этого он не боялся, поскольку вот просто не боялся. И туда попадали. И он горько рассказывал следующий анекдот. Приходит человек в отдел кадров и говорит, вам физики нужны? О, физики! Как хорошо! Слушайте, как нам повезло! Нам нужны любые физики, немедленно берем. Ваша фамилия? Говорит, Рабинович, вы понимаете, товарищ Рабинович, нам, конечно, физики нужны, но я не совсем точно сказал. Нам нужны не любые физики, а нам нужны физики-ядерщики. А вы знаете, говорит Рабинович, вот мой диплом, как раз я по специальности физик-ядерщик. Ой, как нам повезло, товарищ Рабинович! Но, товарищ Рабинович, нам нужны не просто физики-ядерщики, а нам нужны физики-ядерщики с бионическим уклоном. А вы знаете, говорит товарищ Рабинович, вот список моих работ, монографии, статьи, 120 всего по списку. Это как раз то, на чем я работаю. Ой, как нам повезло, товарищ Рабинович! Но, товарищ Рабинович, нам нужны не просто физики-ядерщики с бионическим уклоном, нам нужны физики-ядерщики с бионическим уклоном в совершенстве владеющие японским языком. А вы знаете, говорит Рабинович, я как раз послеработанный, последние восемь лет преподаю японский язык вот все бумаги товарищ я буду с вами откровенен мы не можем взять на работу не вы знаете ведь рабинович вот мой паспорт я по паспорту русский ах ты жидовская морда ты издеваться сюда надо мной пришел при этом берстан не смеялся и не улыбался самый час он в израиле работает физиком вы мне хотите сказать что это не анекдот нет это как раз анекдот когда он говорил по телефону его брата когда он приходил и его видели его не брали надо было ему не приходить и дальше работать по телефону когда у нас были конференции всесоюзные по пакету программ с которым мы работали там был дядька руководитель лаборатории в минске институт математики сильнейшие программисты кстати ни одного еврея все белорусы это меня очень удивляло я уже так привык общаясь вот и сделали шикарный пакет ну информационно-поисковая система которую мы использовали в работе и руководителя стороны столяров геннадий николаевич по-моему очень такой классный дядька умница умница обожал анекдоты и когда в очередной раз мы встретились это было севастополе мы пили на берегу моря мы пили на берегу моря из перчиков перчика сухое вино и выяснилось что я иду с ними назря в назря то есть все усовершенствования которые они делают в своем пакете программ я так сказать на своем самодельном уровне ковырялся и дел практически аналогично и когда ему пожаловался что столько работы и так вот ну пашешь 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 давайте вы скорее делайте чтобы мне надо было этого делать вот саша вот ты мне напоминаешь следующую ситуацию рассказал анекдот который потом рассказывал всем программистам когда они жаловались что много работы английский 86-летний лорд в клубе жалуются своему врачу вы знаете говорит столько дел столько забот а тут еще это женитьба вы женитесь да говорит я женюсь на 16-летней девушке как интересно говорит его врач и так хитро ухмыляясь говорит а вы заведите секретаря о говорит великолепная идея и через какое-то время они опять встречаются в клубе врачу ваш ну как ваши дела нет прекрасно моя юная жена беременна тут опять ухмыляется говорит а как ваш секретарь отлично она тоже беременна вы рассказали очень печальный анекдот доставляющий много неприятностей всевозможным юридическим службам и юристам которые опекают ну лордов правда теперь лордами называются у нас но что-то в таком роде это же просто головная боль когда и жена и секретарь и девушка у вас печально сегодня настроение и вы все время склоняетесь к какому-то пессимизм сейчас я расскажу оптимистически они у меня был партнер он был барменом мы с ним осуществили первый наш внешне внешне экономический контракт отправили людей во франции и он ну бармен при советском союзе я понимаю что он не кончился начал барменов гораздо больше а тогда это была некая такая публика которую специально готовили для высших там всяких этих самых и выписывали он рассказывал итальянцев обучать их для чего для круизных лайнеров для там где обслуживалась такая элита иностранцы партийная верхушка и так далее и он их обучал что у них главное у бармена это фрукты потому что когда ее кладешь в коктейль объем увеличивается и на этом можно заработать вот и когда мы отправили туда людей он мне рассказал какой анекдот значит кто не помнит или не знает во времена советской власти в милиции было прошлом где упоминать и сам будет аббревиатура которую не все знают называлась она оба хсс отдела борьбы союзской собственности да сейчас бы их назвали менты чтобы было понятно кто наезжал да так вот бармен в баре приходит человек и говорит ему 100 грамм коньяку он берет бутылку коньяка и одним движением наливает тот берет проверяет и там не хватает ровно десяти грамм он его штрафует на 10 рублей что по тем временам приличная сумма уходит и на следующий день получается так что он проходит мимо и решил пошутить подходит к этому же бармену говорит 100 грамм коньяку бармен берет бутылку и таким же движением одним наливает тот продолжая шутить взвешивает и оказывается опять не хватает 100 грамм 10 грамм 10 грамм он недоумевает вроде же вчера он должен был его запомнить но опять штрафует на 10 рублей ничего не понимаю уходит ушел на третий день он специально приезжает в этот бар опять повторяется та же самая история да ты чё меня запомнить не можешь на что бармену сейчас дам я тебя запомнил с первого раза но мне легче каждый день те червоница стёгивать чем руку сбить оптимистическая история оптимистической доте мы сегодня заканчиваем нашу трансляцию большое спасибо что вы пришли к нам в гости рассказать про жизни анекдотчиков про тяжелые обстоятельства в которые они попадают из-за пессимизм который они постоянно испытывают спасибо вам большое александр ефимович спасибо новых встреч до новых встреч наши уважаемые телезрители в программе они живого телевидения анекдоты ведущий юрий проскоряков до свидания